В Мордовию наконец-то пришла настоящая снежная зима. Погода в последние дни просто шепчет, оставаться дома просто невозможно. Да и нужно ли? Если вы за активный отдых, самое время вспомнить о зимних забавах. Одно из них, конечно же, катание на коньках. Мороз порядочно щиплет за щеки, на термометрах минус 20 и ниже. Зима. Такая погода любителей активного отдыха не пугает. Выходные катки и лыжные базы – центры притяжения. 5 января в День здоровья на одной из ледовых арен Саранска побывал и временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов. Он оценил не только состояние льда. После визита руководитель региона дал поручение улучшить освещение и не только. По мнению Артема Сдунова, в морозец на катке очень, кстати, горячий чай. Организовать это несложно, а людям пригодится. Как выполняется это поручение, мы решили проверить лично. На стадионе Саранск буфет работает прямо в пункте проката. За символическую цену можно купить чай, кофе и разные сладости. С первого дня открытия все продумали, чтобы люди пришли, провели свободное время и ушли с нормальным хорошим настроением. Пришли, покатались, можно попить чай, кофе, пожалуйста, сок, приобрести шоколадки. Сделали гардеробчик, проводится сушка коньков. Гардероб – еще одно преимущество катка на стадионе Саранск. Здорово, что есть возможность переобуваться в тепле, говорят горожане. Отправляемся дальше на каток у Пушкинского парка. Здесь переобуваться приходится на улице, на лавочках. Что касается чая, рядом с катком расположен небольшой киоск. По просьбе администрации катка мы здесь и встали, как бы помочь парку, помочь катку. Сказали, нужен доступный чай, чтобы можно было согреться, попить чайку. И как бы подумали, что мы можем сделать, и решили открыть небольшую точку. А можно мне тоже чаек тогда? Да, конечно. Ваш чай готов. Осторожный горячий. Спасибо большое. Приятного дня. Выдвигаемся дальше. Следующим посещаем каток в микрорайоне Юбилейный. Он расположен прямо во дворах. Здесь самый большой ажиотаж. Желающих покататься немало, в основном дети. Чаем их угощают бесплатно. Спасибо большое. Продолжаем наш своеобразный рейд на катке по улице Гожувской. Желающие покататься здесь тоже есть. Тут и там мелькают юные хоккеисты. Устал? Самое время согреться чаем. Кстати, здесь его тоже предлагают бесплатно. Всегда тут налевать. Вкусно очень. В Розаевке поручение Артема Сдунова тоже уже выполнено. Для жителей города железнодорожников этой зимой подготовлено три ледовые арены. Возле детской, юношеской спортивной школы, гимназии номер один и на стадионе Химаш. На каждом катке оборудованы специальные теплые раздевалки для переодевания. А всех желающих угощают бесплатным горячим чаем. Такая перемена всем пришлась по душе. Очень классно то, что здесь организован горячий чай. Можем зайти туда, погреться и опять пойти на каток. Очень приятная обстановка. Организовали теплый чай. Тем более сейчас погодные условия достаточно холодные. Поэтому очень приятно подойти и после катания попить теплый чай. Большой каток или маленький, желающих активно отдохнуть, везде хватает. А горячий чай – лучшее профилактическое средство от простуды. Нововведения жители Мордовии оценили. Теперь все на каток, не рискуя замерзнуть. Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости.